доброе утро страна доброе утро зарубежье сейчас 8 часов 15 минут сегодня я еду к стоматологу мне будут устанавливать коронки мы с любашкой сегодня встретимся обязательно она меня не бросает мы с ней всегда встречаемся я вот помню только одно посещение стоматолога когда любаша не смогла а так она всегда приходит или с ней вместе там сидим как сможете день дальше не знаю были у меня планы но возможно они останутся если я не замерзну в этом пальто хотела одеть другую пальто надеть ходить господи но к сожалению там нет вешалки оно должно вешаться на плечики а в той клинике куда мы едем там плечиков нет только вешалка поэтому пришлось одеть вот такое пальтишко хотела нарушить правила дорожного движения машину не дала вот а в этом пальто есть вешалка но к сожалению она для этой погоды холодная в общем-то если не замерзну то заедем с вами в магазин и посмотрим кардача мы встретились с любашкой уже с ней в поликлинике мне пришлось спуститься вниз потому что я забыла очки когда на носу что-то должно быть уже без них не можешь вот встретились с любашкой будет за меня переживать и на финальном финале думаем что финальное поговорили с доктором доктор разрешил рассказать о клинике и рассказать о нем и о его работе вот так что ребята я вам дам эту информацию в коридор чтобы можно было вам хоть что-то сказать сегодня я посмотрела на тот бюгельный протез который у любаши во рту ребята протез сделан великолепно мне очень понравилось аккуратно и вот ну любаша она сама скажет что ей даже не пришлось привыкать к этому бюгельному протезу он не изменил дикцию ее речи он лег как родной на нет это не не оба на дисну с внутренней стороны она делала бюгельный протез на крючочках и у нее вот здесь вот торчат крючочки да но это как положено как зацепиться вы же не отточмены делаете а вы делаете бюгельный протез на крючках ну кто-то делает подешевле на крючках у меня бюгельный протез когда я буду его делать он тоже будет на крючках когда я буду разговаривать его не видно когда я буду улыбаться его тоже не будет видно и видно как очень аккуратно в по внутренней поверхности лежит железочка не пластик а тоненькая железочка которая не дает дефорту не деформироваться речи а как же это сказать нарушить нарушаться речи вы не шепелявите потому что это ничего не мешает я про тебя как раз рассказываю а не шепелявила дать сейчас да вот тебе поставили не чувствуешь что я вообще как говорил так как я тебя еще не снимала сейчас нет я говорю я болела у тебя что-то там тебя тошнило знаешь как обычно говорят там протез вот тошнит речь меняется начинаешь шепелявить есть черток протез люба это называется бюгельный протез все равно бюгель от протеза очень отличается и когда те два бюгеля которые я делала и не могла носить но меня не тошнило нет так так ну чтобы разрешить наш спор я сейчас в другом месте спрошу а то она так и будет спорить она спорщится в общем любанька смеется потому что как как всегда слышно не как всегда конечно как всегда я оказалась права да это называется бюгельный протез и он называется условно-съемный их надо снимать и промывать каждый день ты это каждый честно честно че людям в глаза смотрю честно честно а я еще отдыхаю я еще не привыкла все а что у тебя давит где то что нет вот ты сейчас поставила две короночки два зубчика тебе неудобно неудобно даже я да тем более мне сказали мне неудобно потому что мне язык привык что тут коронки уже соскочили и языку было наше вот это все привыкает а понятно так и когда присоски люди они сперва не могут все непонятно все а потом уже десна нет хорошо хорошо просто очень хорошо это все естественно в общем короче любочка мне доктор очень понравился мне доктор очень понравился помнишь как я раньше думала ой какой он суровый да молодец все а все такие были и плюс ко всему я тебе говорю очень большое много зависит от техника 70 процентов нет ну а доктор то тоже он же определяет до слепки но принятие решения что ставить это же кто определяет доктор да вот да а техника тоже очень много зависит но я когда делала два бюгеля которые у меня на полке пролежали да там врачи тоже были шикарные что их пока нет ну тут 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 врачи вот смотри кабинет врачей вот кабинет техников они они работают в тандеме редко такое где есть обычно в клинику приходишь и там вот здесь врачи техники где-то сидят в другом месте здесь вот они прям ребята мне везет на телевидении я не знаю что здесь снимают ну что-то снимают как всегда ролик для поликлинике с нами наши жизнедеятельности понятно что я вашу поликлинику тоже снимала это у меня камера а я блогер на youtube ну честно говоря мне поликлиника очень очень нравится здесь даже люди в гардеробе работают очень такие знаете внимательно когда талончик а да конечно талончик обязательно чуть попозже я вам расскажу какое решение с доктором приняли просто сейчас одену чтобы не задерживаться и никого не отвлекать и потом расскажу обязательно мне понравился тот бюгельный протез который поставили любашки и я решила что я буду в этой клинике делать бюгельный протез себе мне понравилось то что я не хочу чтобы у меня был протез хуже чем тот который сделали мне в датал джаз здесь очень похожи протезы выполнены очень хорошо ну что любанька пошли до свидания кто бы что не говорил а в клинике очень много народу и на бесплатном отделении и на платном отделении так скажем ой как красиво смотри снежок да нападал на елочки очень красиво да да а адрес клиники хотели так вот смотрите ребята вот адрес клиники государственная т т т т т а я не завидно или не видно стоматологическая поликлиника номер 2 департамент здравоохранения города москвы а вот адрес улица удальцова дом 8 улица удальцова дом 8 но но сразу хочу сказать в бесплатном отделении я не была я не знаю как здесь лечит бесплатном отделении в платном вот у того доктора где я лечилась мне лечилась и протезировалась мне понравилось ванька в этой клинике уже зубы не только протезирует но и ремонтирует и поэтому вот видите у нее даже берут консультацию нет не по поводу лечение протезирования к какому врачу лучше попасть ну где врачам у кого лечила зубки любаша протезируемся мы с ней у одного врача вот стоматологическая поликлиника номер два не знаю чем у меня сегодня насморк проснулся вдруг ни с того ни с сего не я чувствую я чувствую да я даже вздохнуть не могу нет он меня не прошел совсем не прошу но все сейчас мы с любашкой пойдем посидим в кафе выпьем кофе доктор нам разрешил выпить кофе как он сказал только американо до да только берега любовь к никогда не было в макдональдсе мы зашли ты никогда же не было в макдональдсе и было могу много лет назад на день рождения там детское день рождения и все это попробовала и не в восторге от этих бургеров маргеров но зато ты как наташа никогда не пробовала креветки правильно в общем мы зашли мы проехали одну станцию метро до юго-западной и зашли в макдональдс любаши заказали креветки но сейчас вот узнаем как ей понравились креветки или нет похоже я думаешь понравится да я креветки просто ли я всех своих знакомых и друзей начинаю подсаживать на макдональдс и это очень много любая там моего а мне кажется вот это вот все обжарка у них нет мяско ну как вкусненько на это вам не острых вылажки которые о это морепродукты надеюсь что настоящие ну не факт эти креветки не выращивали нибудь не накажет где-то выращивают это искусственно выращенные туда потому что какое количество их проходит но в принципе тебе понравилось на здоровье зашли с любашей в макдональдс зашел у нас разговора современной молодежи пока слева не кушали к нам подсела женщина лена услышав наш разговор но она решила поучаствовать очень много интересного мы узнали от ну вы же знаете мы с любашей сад далеко не молоды леночки тоже 50 и услышали от леночки интересную фразу что молодежь сейчас не просто там ищет пару себе встречается ищет себе партнера я сначала думала партнера в определенном смысле оказалось партнера по жизни единственное я не поняла разницы ты вот разница поняла в чем его партнер по жизни поняла и в чем муж но если ищет девушка ну вот расскажи в чем разница партнер это опять же вот беседа не располагает беседовать по дороге вот если мы сидели за столом и беседовали может быть как-то я тебе вообще это объяснила поскольку хорошо давай у зрители спросим в чем разница партнер по жизни и муж и каждый видит это то есть партнер это получается совсем не обязательно брак заключать так что любит не обязательно а почему то есть смотри лена и смотри лена ведь как сказала партнер это тот с кем общие интересы правильно правильно рождение детей предполагает предполагает много людей живут которые не заключают брак а гражданский брак а ты считаешь муж это только документы это опять же очень такой вопрос ну в общем ребят вот такой спорный вопрос объясните тети люби что такое партнер с которым в общем то заводят детей да и одни интересы и муж неужели это только документы по документам уж а если беду без документов то партнер ну что вы получается же так ведь мужем же тоже хочется чтобы были одни интересы это и является партнерство когда одни и те же интересы хорошо что такой муж тогда это является ну она объясняла что сейчас это поколение первую очередь ищет мужчине партнера партнера по жизни а не так как было союзными партнер по жизни а раньше маты имеешь ввиду чтобы не было домаса домостроя это что нет она рассказывала то что раньше женщина просто выходила замуж потому что все ее подружки раньше за наше поколение она говорила про маму про свою она же все четко как любила говорили не про наших мам мы говорили про себя она говорил про то поколение после военные хорошо она же это по моим а наша она не коснулась а она говорила все как бы поверхность ну в общем ребята вот такой вопрос если вы что-то услышали после шум дороги где там коммунисты и все такое это вопрос который можно сидеть беседовать и обсуждать два три часа и все равно каждая останется в своем понимании хорошо хорошо тогда когда я выпущу это видео читай комментарии мы послушаем что зрители на это сказали обязательно договорились обязательно ребята все-таки слишком я легко одета поэтому я на алексеевскую сегодня не поехала я сегодня решила зайти в наш леонардо магазин сейчас посмотрим есть здесь кардачос или нет очень легко одеты я прям замерзла ужасно сейчас глянем что тут есть кардачос я не вижу здесь тоже нет и вот там наверху это тоже не кардачос это троицкая пряжа меринос возможно где-то здесь есть хотя я не вижу так ну вот здесь это пряжа для сухого валяния это не кардачос в этом магазине леонардо кардачоса нет я узнал так я зашла в отделчик посмотреть держатель для штампов это один набор я как купила тогда так и остался здесь мне больше ничего не надо так это что у нас такое во рту как баба шура говорила что у нас уроте дай сюда отдай тебе говорят господи 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 мышонок отдай она уже невкусная я тебе другую дам жене другую дам давай меняться иди сюда смотри у меня что есть смотри на тут есть что погрызть но посмотри жене та она пустая на эту меняемся вот поменялись это тебе не нужно она пустая давай вот как обгрызли вот как обгрызли знаю что нельзя но чуть-чуть полакомить собачку же можно ну в общем как вы поняли я уже приехала домой тот вопрос который мы с любами пытались обсудить по поводу партнера по жизни мне более менее разницу объяснили лера и борис они как-то одинаково это мне объяснили ребят для меня очень странно что люди придумывают все время какие-то другие названия раньше вот этот партнер по жизни он назывался сожитель потом свободные отношения какие-то сейчас он называет называется партнер по жизни но мне бы хотелось услышать ваше мнение по этому поводу потому что у меня просто произошел взрыв мозга я понимаю что могут жить без брака там люди вместе до заводить детей я все это понимаю но вот у меня не вяжется слова партнер вот к таким семейным отношениям партнер по бизнесу я могу понять а партнер вот в таких отношениях у меня просто сорвало крышу сожитель там любовник а кто тогда муж тогда получается что современной молодежи не нужны семейные отношения получается что все меряется достатком той половины которую ты выбираешь партнером а любовь лера с мужем с моим с борисом одинаково объяснили что молодежь разная я думала что любовь вечна глупая наивная дурочка я понимаю что материальные блага но это как-то неотъемлемая часть что ли а как же быть тем кого не и выберут в партнеры по жизни потому что в партнеры по жизни выбирают оказывается не просто по каким-то интересам чтобы было о чем поговорить но и чтобы были деньги и какие-то материальные блага у второго партнера а как же быть тем у кого нет этих материальных благ ну просто мы раньше как-то женились особо женились ну да мы не искали партнера по жизни мы женились и выходили замуж мы мало обращали внимание на то какие материальные блага у того человека который симпатизирует нам и которому симпатизируем мы ну в общем ребята мне кажется я живу не в то время ну в общем интересно было бы послушать вашу точку зрения вот на это а на этом я сегодняшний влог хочу закончить и всем всем пожелать даже не хочется говорить традиционно спокойной ночи прекрасного доброго утра мне хочется вам пожелать чтобы вы выбирали себе вторую половинку все таки не совсем опираясь на материальные блага всем спокойной ночи взял которое можно кстати даже